Привет, я Екатерина Шохина и мой тренер Олег Кузьмин. Мы на канале Железный Мир и сегодня я покажу вам свою тренировку ног. Наша тренировка ног сегодня будет отличаться тем, что мы поработаем на таком принципе, как пауза. Пауза на 3-5 секунд. Первое упражнение у нас будет в качестве разминки, разгибания голенью поочередно на 20 повторений. И уже дальше идет основная тренировка. Начинается она с приседа, с паузой на 5 секунд. Потом мы делаем жим ногами, тоже с паузой на 5 секунд. А затем мы делаем приседания, если приседает, тоже с паузой на 5-3 секунды. И в конце у нас будет упражнение с пляметрикой выпрыгивания. Вот такого рода тренировка у нас, скажем так, идет раз в 2-3 недели. Присмотритесь и обратите внимание на скрытое от глаз. Это не съемки фильма. Он не актер. А потеет он по-настоящему от тяжелой работы. Настоящих атлетов, знающих толк в тренинге, не удивить подобным. Для них такие декорации – часть повседневной жизни. Это их общность. Это их офис. Это их фокус-группа. А это их протеин. Голд стандарт 100% Уэй. Сейчас будем делать разгибание голени поочередно каждой ногой. Желательно с таким вариантом, чтобы стопа немножко поворачивалась вовнутрь. И это акцентированно воздействует на внешнюю часть бедра. То есть придаст им более округлую форму. И таких сделать надо будет 20 повторений на каждую ногу. Ну а сейчас мы будем выполнять прихид с паузой. Он очень хорошо в этом варианте задействует больше мышечных волокон. Ну и как следствие способствует более антисинному росту. В этом варианте приседа хотел отметить еще один момент. Когда вы делаете подъем, старайтесь суставы в коленях не выпрямлять. Это еще больше задействует квадрицепс для тех, кто не знает. Естественно, когда вы полностью выпрямляете сустав, у вас мышцы отдыхают. А при суставе, не полностью выпрямленном в коленном суставе, значит, у вас получается постоянно нагрузка на квадрицепс. Значит, следующее упражнение, которое мы выполняем, это жим ногами в тележке. По той же самой схеме, с паузой на 5 счетов. Принцип работы тот же самый. Как можно максимально нагрузить мышцы и все волокна, которые там у нас присутствуют. То есть, вот, это очень эффективная тема. Ну и она достаточно очень тяжелая. Я не рекомендую это делать всем и каждому, особенно начинающим. К этому уровню надо немножко подойти. У Кати пришло время поработать по этой схеме, поэтому мы ее применяем при подготовке ее к соревнованиям. Ну и немножко о том, что касается девушек, которые боятся тренировки ног передней поверхности. Это очень обманчивое такое мнение, что якобы тренируя квадрицепс, у девушки будут безобразные, большие, скажем так, не сексуальные ножки. Это совершенно не так. Для того, чтобы это безобразие, скажем так, получилось, нужно приложить достаточно очень-очень много усилий и достаточно очень много времени. Ну и глядя на Катю, вы сами можете убедиться в том, что это совершенно не так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, значит, данное упражнение, которое мы сейчас выполнили с Катей, мало кто выполняет, к сожалению, вот, но я его очень сильно рекомендую. Главное поставить его в нужной последовательности, чтобы прочувствовать именно ту область, которая нам необходима. А это в большей степени воздействует где-то в области серединки бедра, дает более округлую форму. Вот. Ну, скажем так, это упражнение придумал далеко не я, его уже давным-давно придумали, я его почерпал, когда ездил в Калифорнию, в Венес-Бич, и там, скажем так, Чарльз Глаз давал это упражнение своим подопечным, кого готовил на Олимпию. Вот, мне оно очень понравилось, я попробовал, поработал, ну и, как говорится, оно дает свои результаты. На сегодняшний день оно очень здорово помогло Кате исправить ее бедра. Проблемка была немножко в том, что, если мы смотрим на нее спереди, они немножко были плоские. Сейчас они имеют более округлую форму. А следующее упражнение, которое мы выполняем, это взятое из плеометрики, выпрыгивание на, скажем так, на заминку. Здесь немножко работает другой режим, включается аэробный, ну и это способствует более, скажем так, развитию взрывных качеств атлета. Очень эффективное упражнение, его можно варьировать запрыгиванием на тумбочку, что мы иногда делаем. Вот, но сегодня у нас вариант именно такой, выпрыгивание и полутрыщина. Данная тренировка у нас закончилась. Как она происходила, вы все видели. Опять же, хочу повториться, это один из вариантов тренинга, который мы постоянно меняем, и чего я рекомендую всем другим делать, для того, чтобы постоянно прогрессировать и был результат. Катерина. Мои ноги горят. Так, то, что касается прошедшего сезона и тех мест, которые заняла Катя. В Московской области, Москвы, наша основная задача была подготовиться прежде всего к мировым соревнованиям. И поэтому то второе место, которое было на области и на Москве, это вполне нормально, скажем так, продуманный ход. В дальнейшем форма ее становилась только лучше и лучше, к чему мы и старались подвестись. Результат вы сами все видели. Катя обрела достаточно очень хорошую, великолепную форму. Я очень доволен. И у нас теперь рок-карта. Мы тренировались в клубе ВИДЖИМ Московский. Спасибо, что посмотрели мою тренировку ног. Подписывайтесь на канал Железный мир. Ну и тренируйтесь тяжело. Стремитесь увеличивать, улучшать свои результаты, свою форму. И быть здоровым. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok